70 процентов успеха психология 30 процентов успеха это торговая стратегия и момент боязни потерять денег но он чаще всего срабатывает только в момент пополнения самого депозита то есть пока человек не пополнит депозит он боится потерять деньги только он пополнил для него это уже не деньги это цифры то есть выйти на счету там тысячу долларов ну что это вы же не держите их в руках нет поставлю одну сделку поставлю вторую ну минус 100 минус 200 ну не стоит вроде же циферки списали деньги чтобы не потеряли да вот это вот самая важная психология самая важная ошибка которая бы хотелось так как вы избежали ну и чтобы избежать рекомендую некоторым своим друзьям знакомым либо ученикам ставить перед собой буквально маленькую какую-то баночку доложить там пирушечные деньги с империи с монополий с чего угодно поставили сделали прибыльную сделку поставили с баланса вашего допустим 100 бумажек на профиль потеряли убрали и в принципе если вы начинаете торговать держите в курсе своих одних то есть чтобы они могли видеть как вы торгуете это не даст вам возможности открывать ошибочные сделки то есть надеясь именно на свою удачу то есть вот сейчас пойдет я чувствую ну то что вы чувствуете это к сожалению еще далеко не то что будет на самом деле и по поводу да индикатора кайманова честно не пользовался но сейчас начал задумываться по этому поводу довольно таки да индикатор настроений и да хочется сказать что по поводу вот именно этого самого настроения по факту цена с любого уровня может провалиться еще ниже но нужно понимать что если она падает слишком долго то это не будет продолжаться без всякой коррекции и отката это первый момент на котором бы хотелось акцентировать внимание второй момент это по поводу самой схемы торговли да которая используется непосредственно в торговой стратегии и чем могу поделиться собственно говоря с вами то есть я не доверяю торговым советникам но мы с ними работаем то есть торговая стратегия форекс класса она включает в себя три вида торговли это долгосрочная это среднесрочная так даже можно сказать внутри дня один-два дня и торгует советник да действительно торгует советник но он не торгует так что оставили все забыли закрыли глаза то есть это выставляемые параметры это все время контроль самого советника то что без человеческого фактора ни один робот вам даже кофемолка если вы не скажете сколько вам сахара положить она ничего не сделает а торговый советник она более сложная теперь момент да собственно говоря вот как можно наращивать прибыль есть два варианта закрываете первую позицию да и слышал момент что по поводу соотношения прибыли потерь стоп лосс профит какой выставляется один-двум один-трем ну на самом деле да скажем честно один-двум один-трем это идеальные оптимальные условия для торговли но такие бывают довольно таки редко и от очень сильных таких уровней на то есть психологические уровне там 0050 есть уровни на технические исторические которые когда держали курс 12 которые не пробиваются которые сильные которые видно что от них идет динамика какая-то либо роста либо после пробития падения непосредственно все таких уровней да можно торговать на долгосрочные периоды выставлять довольно таки хорошие сделки и их сто сидеть ждать но так часто все не торгуются либо так торгуют те у которых уже есть довольно таки солидный баланс которые могут поставить закрыть сделку и там не закрывать в месяц пока не дойдет до определенного уровня это первым кроме да это наращивания позиций но мы наращиваем позиции только когда мы в плюсе по сами да то есть они как будто исреднение когда у меня 300 долларов я добавляю еще вот у меня уже минус 200 а по ним еще утроз и萬 тонн съемного соответственно 같은 то есть это¡о это 98 фатальная ошибка то есть наращиваем позиций только когда в плюсе и я бы да рекомендовал даже наращивать когда цена дала отката Если зона падает, 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 а вы думаете, я такой умный, я сейчас поставлю еще сделку, она дальше будет падать? Ну, вряд ли, честно, пытался. Пытался, не работает, пока не слил несколько депозитов, не понял своей головой, что это не работает. Слитый депозит, это, можно сказать, плата за обучение, своеобразная. Поэтому тут у всех, так сказать, свои горькие опыты, свои горькие игры. Суть в том, чтобы я являюсь партнером, представителем компании Амаркетс, почему я, собственно говоря, здесь, и почему я выбрал именно эту компанию. Действительно, не с любым брокером вы можете, собственно говоря, пообщаться с руководителем партнерского отдела и с руководителем аналитики. В последнее время я очень часто использую довольно-таки прогнозы Артема, то есть я совмещаю фундамент вместе с техническим. Но, опять-таки, никогда не надейтесь просто на советы какого-то либо эксперта, либо аналитика. Если вы самостоятельно не до конца будете понимать, почему вы открываете ту либо иную сделку, вы не будете спать спокойно. Это как раз будет вас порождать к каким-то нервам, страху, потере, еще чему-то. В первую очередь, это ваш комфорт. Именно поэтому, да, нельзя использовать чужую торговую стратегию. Вам могут обещать золотые горы, миллионы, купите чудо-советника, давайте я вас научу, как торговать. Никто вас не научит, как торговать. Я могу вам дать только понятие рынка, понятие, что происходит и когда происходит, и как вы на этом можете заработать. Но вы должны именно стараться это понять. А не как в школе пришли, да, отсидели, ушли. Пусть послушали, не послушали, приняли, не приняли. Если вы это не поймете, вы потеряете деньги при торговле. Если вы поймете, вы заработаете. Сто процентных прибыльных сделок ни у кого не бывает. Собственно говоря, это если коротко подвести итог, да, чтобы никого не задержать. Поэтому давайте пройдем такой маленький. Если есть вопросы, да, какие-то именно конкретные, как у вас, как у трейдера, как у вас, что вы уже торгуете, пытаетесь, что-то получается, что-то нет. Можно немножко по техническому, как вы, что, то есть вы сказали, что вы технически применяете, а именно что? Ну, по большей части я, в принципе, торгую по техническому анализу. То есть уровни рисую от руки по максимальным хаям. Тут большого секрета нет. То есть используется все то, что есть... По экстремуму это. А? По экстремуму, да. Да, ну не грубо по экстремуму, просто я для себя, так, ну, честно говоря, да, визуально определяю. То есть у меня нет там высчитай какой-то пивот, либо экстремум, либо еще что-то. Нет. Я вижу, где цена касалась, я могу посреди шпиля нарисовать для себя уровень и искать момент входа на меньшем таймфрейме. То есть на старших кхмах не всегда формируются именно модели входа в рынок. Какие модели используются? Ну, это очевидный внутренний бар и пин-бар, да, больше всего люблю это пин-бар. Но самый важный момент, опять-таки, понимать, пин-бары лучше всего торговать под уровень, либо на откат. Если он где-то в середине движения цены, это еще далеко не факт, что он сработает. И не нужно входить сразу с рынка. То есть я использую, допустим, здесь где нарисовать, нет? Подтверждение на поле мелкой тетей. Ну, либо подтверждение, либо ставлю пробитие лову. Пробитие лову цены и есть момент, да, если вам пин-бар идет, свеча. То есть есть момент выставления ордера, да, там, покупка, продажа именно на приблизительно 50-55%. То есть это может некоторые пары дать довольно-таки сильный откат. Да, то есть, ну, есть определенная специфика у своих пар торговли. И за счет того, что вы выставляете такую большую отложку, вы уже уменьшаете свой стоп-лосс, но увеличиваете вариант прибыли. Если по мере наращения позиции, то есть когда уже пробьет лову, у вас есть какой-то шанс, да, перевести их без убыток, если все-таки передумаете, либо цена пойдет в вашу сторону. То есть, ну, по этому поводу, да, в тот же момент сказать, что многие советуют открыли сделку и забыли. Ну, я с этим полностью не согласен. То есть вы открыли сделку, проанализировали, но в любой момент контролируете ее. Используются ряды фильтров, да, для принятия решений. То есть мне открывают сделку, там, по 4-часовому сигналу. Если она у меня за 2-3 свечи не дает какой-то определенной видимости результата, я уже начинаю задумываться о том, что будет просто закрыт. Потому что мне уже некомфортно. Да, это может быть момент накопления какой-то, либо перераспределения, либо еще что-то. Но если мне некомфортно, я не понимаю, что происходит, я не хочу гадать, я не хочу угадывать. Это, да, должно тоже вы для себя ясно понимаете. Не нужно гадать и угадывать. Знаете, торговите, не знаете, ловь и чай поспать. Завтра, следующий день, новая возможность. А вы используете еще какие-нибудь, кроме пенвара, внутреннего паттерна или модели свечные? Ну, на самом деле, используется довольно-таки много, да? Да, очень много. Я вот, то есть, сказали, 2 парка, ведь их очень много. Их очень много. И чем больше знать и применять, тем больше слышать. И это самая большая проблема. Это самая большая проблема. Чем больше вы знаете, тем больше вы находите моментов, чтобы войти, либо чтобы не войти в рынок. То есть, не нужно для себя выбирать огромный спектр каких-то сигналов, где будет сочетаться 50 сигналов по фундаментальному анализу, 25 по бинарным опционам, что если там куда-то вышли за какой-то уровень. Я понимаю, но я чаще всего использую внутренний пенбар, ложное пробитие и, честно, не знаю, как называется паттерн, врать не буду. То есть, идет первая длинная свеча, накопление и вторая еще одна. Если пробитие H идет, вторая длинная свеча. А вот после второй длинной свечи я сразу фиксирую пенбар.